Доброе утро! Мечтает родить ему чудесных ребятишек. Анечка, из чего состоит ваше блюдо? Мука, кофе, какао-порошок, сахар, разрыхлитель, молоко, яйцо и ванилин. Чтобы получить одну порцию, высыпаем в миску 3 столовых ложки муки, 1 чайную ложку растворимого кофе, 3 чайных ложки какао-порошка, столько же сахара. Добавляем 1 четвертую чайной ложки разрыхлителя и перемешиваем. И вот как в этой миске намешали мы все ингредиенты, так и в вашей жизни в театральной студии. Приходит совершенно разновозрастная аудитория и так же перемешивается в классе, и так же общается, фонтанирует идеи. Какой возраст, скажите, пожалуйста, актуален для вашей театральной студии? Ой, возраст у нас, группы бывают у нас разные. Бывают детские группы, бывают подростковые, а бывает взрослая группа. Туда ходят все желающие, ну, хоть в 30, хоть в 40, хоть в 50 лет. Занимаетесь удовольствием? Да, конечно. Ну, как вы думаете, что дает им занятие в театральной мастерской? Ой, занятия им дают многое. Во-первых, очень полезно для саморазвития. То есть это снятие психологических зажимов, голосовых. Уверенность в себе, конечно. Уверенность в себе, да. Интересно себя вести, люди умеют на публике, что немаловажно в нашей жизни. Разбиваем одно яйцо, вливаем 2 столовые ложки молока, 2 столовые ложки растительного масла, всыпаем пол чайной ложки ванилина. Вымешиваем тесто до однородной сметанообразной консистенции. Готовым тестом наполняем бокал до половины. А дальше мы идем к микроволновке и ставим на 2 минуты. На полную мощность? Да, до полной готовности, потому что микроволновки бывают разные. Хорошо, отправляемся. Идем. Для оформления вырезаем из плотной бумаги сердце, обильно посыпаем сахарной пудрой, вынимаем трафарет и наслаждаемся. Отсмотрю на это сердце и вспоминаю своего Антулышку. Именно такой рецепт в ходу у семьи Мишиных. Аня и Антон готовят их довольно часто. Приятного аппетита!